Всем привет, ребята! С вами Шамби, и сегодня мы продолжаем играть такую игру под названием Барньярд. Господи, как же я давно этого не говорил. Да, Барньярд возвращается на мой канал, хоть и вряд ли надолго, потому что в Барньярде все-таки как-никак ограниченное количество контента, но мне еще есть что вам показать, так что наливайте чайку, кофейку и приятного просмотра. Суть сегодняшнего ролика заключается в том, что я буду показывать, где находятся все камни и записки в этой игре. По карте Барньярд разбросано большое количество записок и рецептов, которые я успешно нашел, и покажу их сегодня вам. Еще раз приятного просмотра. Хочется уточнить, что этот ролик я разделю на три части, потому что кому-то нужны только камни, кому-то нужны только записки. Да, есть тайм-коды, но кому-то может быть будет так легче. В первой части я покажу, где находятся все записки и камни. Во второй части, где только записки, и в третьей части, где только камни. Я думаю, так кому-нибудь уж точно будет проще. Первая записка ожидает нас на скотном дворе, прямо около нашего спавна, около точки сохранения. Вот здесь вот на дереве есть первая записка, подбираем ее. Разбивая ящики и бочки, можно найти немного дополнительных баксов суслика. Вторая записка находится также на скотном дворе, прямо около дома нашего любимого фермера. В принципе, вот отсюда вот такой вид, вот вторая записка. Ворота открываются с помощью ключа. Бен отдает ключи животным, которым он доверяет. Третья записка у нас находится также рядом с домом фермера, недалеко от предыдущей записки. Вот в принципе она, отсюда открывается вот такой вот вид. На карте это выглядит вот так вот. На скотном дворе всё так же. Третья записка. Сотовые телефоны так удобны. Почаще проверяйте текстовые сообщения и будете знать, если животные ищут вас. Четвёртая записка находится недалеко от скотного двора, прямо около выхода. Вот на карте вы сейчас можете увидеть, где она находится. Вот вам ориентиры. Вон там мост, рядом с мостом. Прямо здесь находится записка. Берём её. В амбаре можно найти много полезных вещей. В ферме хранит там также лёд и шоколад. Пятая записка находится прямо после моста. Вот вам ориентир по карте. Открываем пятую записку. Коровы Джерси – настоящее бедствие. Они считают себя лучшими коровами на ферме. И набрасываются на всех новеньких. Шестая записка находится сразу после моста, если пойти направо. Здесь у нас она висит на дереве. Смотрим по карте. Находится она вот здесь, прямо под холмом суслика. Берём. Очень можно по ночам спать. Ты не сможешь выложиться на все сто, если будешь уставшим. Седьмая записка находится прямо на холме сусликов. Вот вам ориентир. Но в принципе тут и так понятно, что находится она вот тут. Забраться на холм сусликов просто. Тебе нужно постоянно прыгать. Восьмая записка находится, если пойти налево от скотного двора, в сторону огорода. Вот она у нас вот тут, прямо по пути висит на заборе. После того, как котиса увидела миссис Биди, он не гоняет на байке. Девятая записка находится рядом с огородом, или же овощной зоной, как она называется в этой игре, если приблизить. Вот. Вот она наша записка. Суслики установили машины золотой лихорадки по всей ферме. К сожалению, тебе нужны золотые жетоны, чтобы использовать их. Десятая записка находится прямо на самом огороде. Вот у нас угол, а вот огород, как вы можете заметить. Вот, где находится она по карте. Подбираем. Если во время дня ни одно животное не предложит тебе никакой миссии, то тебе стоит дождаться ночи. Одиннадцатая записка находится прямо по пути на холмбена. Вот ориентир по карте. Находится она прямо вот тут вот на тропинке. Подбираем. Все животные ночью возвращаются в амбар. Если животное дает тебе какое-то задание, то тебе нужно выполнить его до заката. Двенадцатая записка находится рядом с овощной зоной, или же огородом. Если пройти дальше по тропинке и спуститься вот тут вот в такой овраг. Вот она наша записка вот тут на дереве за поворотом. Подбираем. Пики говорит, что пропало 32 рецепта. Их нужно найти. Кстати, вот где находится это место на карте. К тринадцатой записке есть два пути. Либо вот пройти от луга одуванчиков по тропинке и подняться вот здесь вот. Либо спуститься с овощной зоны в овраг и пройти вот здесь вот. На дереве находится записка. Вот, собственно, можете посмотреть по карте, если вы точно не поняли. Даже могу вам приблизить, потому что это место действительно такое, немного запутанное. Вот. Теперь подбираем списку. Используй карту, чтобы найти животных, у которых есть для тебя миссии. На ней также видно, где находятся разные полезные вещи. Четырнадцатая записка находится прямо перед входом в ореховый лес, или же на лугу одуванчиков, как вам будет удобнее. Вот вам на карте место. И подбираем. Кухня Пигги открыта только днём. Ночью можно попросить его сделать коктейли в ночном баре. Пятница записка находится на лугу одуванчиков, недалеко от вот этой вот мельницы. Рядом с сараем, недалеко от огорода. Вот тут вот прямо на заборе, рядом ещё с молочаем. Вот как это выглядит на карте. Вот. И подбираем. Чтобы профессионально поливать, нужно потренироваться в прицеливании. Тогда ты мазать уже не будешь. Шестнадцатая записка находится прямо на лугу одуванчиков. Вот тут вот на выходе с этой локации. Вот как это выглядит на карте. Подбираем. Пэнк говорит, что покупка статей людей в подземелье сусликов строго запрещена. Это никого не останавливает. Семнадцатая записка находится по дороге от луга одуванчиков. Вот как это выглядит на карте. Подбираем записку. Эти пятна грязи, которые ты можешь найти повсеместно. Места для посадки молочая. На выросший молочай можно залазить. Восемнадцатая записка находится по дороге от луга одуванчиков. Вот такие вот ориентиры. Немного запутанное место. Но в целом, если идти по тропинке от луга одуванчиков, то вы найдёте. Вот по карте как это выглядит. Вот. И подбираем. Пигги говорит, чтобы получить хороший результат в прыгании в грязь, нужно больше бить, чем прыгать, не теряя жизни. 19 записка находится по дороге от луга дуванчиков, недалеко от свалки. Вот как это выглядит на карте. Подбираем записку. Ходят слухи, что на свалке очень много койотов. Бен запретил кому-либо туда ходить. 20 записка находится на углу дуванчиков, прямо по центру вот этого вот длинного забора. На карте находится это вот здесь. Собираем. Чтобы профессионально поливать, нужно потренироваться в прицеливании, когда-то мазать уже не будешь. 21 записка находится при подъеме на холм Бена, откуда открывается красивый вид на скотный двор. Пигг говорит, что на ферме всего 64 дерева сообщений, ты нашел их все? На карте это место находится вот здесь вот. 22 записка находится на холме Бена, откуда открывается красивый вид на скотный двор. Поднимаем записку и читаем. Дюк говорит, что вы получите хороший результат в пуле на ферме, нужно бить правильно и загонять как можно больше шаров. 23 записка находится недалеко от внучшего пруда и при спуске с холма Бена. На карте это место выглядит вот так вот. Подбираем. Путис нашел 5 точек на территории для отработки супер поливалки. Ты их все нашел? 24 записка находится на вонючем пруду, вот тут вот около вот этой вот пристани. Вот она у нас записка, тут еще рядом байк стоит. На карте выглядит вот это место вот так вот. Читаем записку. Пэг иногда переживает о Фредди. У него иногда возникают странные потребности. 25 записка находится на вонючем пруду, вот тут вот около пристани на огромном-огромном дереве. Подбираем. Все говорят, что пес-зверет такой старый, похоже ему давно пора в отпуск. Это место на карте выглядит вот так вот. 26 записка находится на дереве, недалеко от вонючего пруда. На карте это место выглядит вот так. Подбираем. Отис был чемпионом скотного двора на протяжении 3 лет. Сможет ли новая корова побить его рекорд? 27 записка находится около вонючего пруда, а также рядом находится закрытая дверь, ведущая в ущелье Гризли. На карте это место выглядит вот так. Подбираем записку. Пегги говорит, что лучшая вишня растет на ферме Биди. 28 записка находится на выходе с вонючего пруда. На карте место выглядит вот так. Подбираем. Миссис Биди убеждена, что на нашей ферме что-то происходит. К счастью, мистер Биди считает ее сумасшедшей. 29 записка находится по пути от скотного двора до вонючего пруда. На карте это место выглядит вот так. Подбираем. 31 записку можно найти при входе на южный путь. На карте ее можно увидеть вот здесь. Поднимаем. Тебе известно, что коровы-жерси воровали машину Биди по ночам, чтобы участвовать в приключении. 32 записку можно найти рядом с полями подсолнухов на южном пути. На карте это выглядит вот так вот. Подбираем. Вдоль тропы орехового леса растет множество ореховых деревьев. Орехи используются во многих рецептах. 33 записка находится около этого шлагбаума и где обычно тусит у нас пэк. На карте это выглядит вот так вот. На южном пути это у нас находится записка. Читаем. Рут говорит, что был чемпионом в дартсах, когда был молодым петушком. 34 записку можно найти на южном пути на дереве. Если ехать, в принципе, ее достаточно хорошо видно. На карте вот тут вот отмечена она. Поднимаем. Рут говорит, что ночной амбар станет более популярным, если в нем будет больше оборудования и мебели. 35 записку можно найти при входе в Узи Спрингс со стороны южного пути. Выглядит она вот так вот на карте. Подбираем. Мэнс говорит, что когда ты защищаешь овощи, довольно эффективно брать енотов и бросать их. Записка 36 находится при входе в Узи Спрингс со стороны южного пути. Вот тут вот на таком вот холме. На карте находится вот тут вот. Поднимаем. Кто такой дикий Майк? Никто толком не знает, но он отличный танцор. 37 записку можно найти, если повернуть налево от холма сусликов. В принципе, вот ориентиры. На карте это выглядит вот так вот. Это ответвление от южного пути. Откроем записку. Поле для Узи Спрингс. Подходящее место для сбора лимонов. 38 записка находится между южным путем и ореховым лесом. На карте это выглядит вот так. Вот здесь она вот на дереве, прямо на тропинке растет. На фирме есть 6 типов цветов. Ромашки, колокольчики, наперстянки, подснежники, коровники и денежники. 39 записка находится между южным путем и ореховым лесом. На карте это выглядит вот так вот. Давайте подойдем поближе. Вот. Вот здесь вот находится эта самая записка. Вот на этом дереве, вот в ту сторону Узи Спрингс. Вот здесь находится. Эдди считает, если откинуться на байке назад, можно встать на заднее колесо. 40 записка находится со стороны входа в ореховый лес, около фермы Бидди. На карте это находится вот здесь. Справа сверху, вот там моргает у меня моя иконка. Так, теперь берем записку. Эдди говорит, что если ты хочешь безопасно приземлиться после прыжка на байке, то ты должен наклониться, чтобы выровнять уровень колес. 41 записка находится на ферме Бидди. На карте она отмечена вот здесь. Подбираем. Чтобы найти все рецепты, слай со своего байка и осматривай прилегающие места. 42 записка находится на ферме Бидди, вот около вот этого вот домика. На карте это выглядит вот так вот. Поднимаем. Ты знаешь, что можно переигрывать игры для улучшения своего результата? Так, отец стал чемпионом скотного двора. 43 записка находится на ферме Бидди, рядом с основным домом Бидди. На карте выглядит вот так вот. Поднимаем. Дюк говорит, что овцы совершенно тупые. 44 записка находится позади основного дома Бидди. На карте это выглядит вот так. Поднимаем. Эдди говорит, для выполнения скольжения на байке, выжимай полный газ и поворачивай, притормаживая. 45 записка находится на вот этой вот большой дороге, ведущей с фермы Бидди в Изи Спрингс. На карте выглядит вот так вот. Поднимаем. Дети людей беспокоят спящих коров. Это их так сильно шокирует. 46 записка находится по пути от фермы Бидди до Изи Спрингс. На карте это выглядит вот так. Рэдди говорит, что для получения хорошего результата в запуске курицы, нужно использовать ускорение и наводить пэка на маленькие окна. 47 записка находится по пути от фермы Бидди до Изи Спрингс. На карте это выглядит вот так. Поднимаем. Бесси не любит отиса, это ни для кого не является секретом. 48 записка находится около Изи Спрингс, вот со стороны этого входа. На карте это выглядит вот так. Поднимаем. Дети говорит, что он может выполнить три трюка на байке на холме Бена, прежде чем приземлиться. 49 записку можно найти при входе в Изи Спрингс. Вот с этой стороны, которую вы можете видеть на карте. Подбираем записку. Пип говорит, что чтобы получить хороший результат в гольфе Суслика, нужно как можно быстрее сбить во все лунки. 50 записка находится на входе в Изи Спрингс из Орехового леса. На карте это выглядит вот так. Собираем. Лидера койотов зовут Дек, никогда ему не доверяй. 51 записка находится на поле гольфа Изи Спрингс. Вот тут вот на дереве на карте выглядит вот так вот. Собираем. Ханна говорит, что чтобы получить хороший результат в погоне со цыплятами, лучше бросать цыплят из круга выстрела. 52 записка находится на поле гольфа Изи Спрингс. По карте это вот тут. Собираем. Пип говорит, что есть 25 ведущих званий чемпиона Скотного двора. 53 записка находится недалеко от вот этого дома с красной крышей. По карте это находится вот здесь. Собираем. Ханна говорит, что когда ты собираешь мед, лучше все сконцентрироваться на одном улье. Прячься, когда увидишь пчел. 54 записка находится около водопада на поле гольфа Изи Спрингс. Вот он водопад. Вот там он стекает. На карте это вот тут. Собираем. Эти говорит, чтобы набрать дополнительную высоту во время прыжка с трамплина, прыгай с края. 55 записка находится по пути от луга одуванчиков до мельницы. На карте она обозначена вот тут вот. Открываем. Койоты и еноты ненавидят, когда у них испачкан мех. Это правда. 56 записка находится около моста, который ведет на мельницу. На карте он обозначен вот здесь. Открываем. Отис говорит, чтобы получить хороший результат в дразнике почтальона, используй сложные движения. 57 записка находится на дереве, которое растет через дорогу от мельницы. На карте это вот здесь вот. Открываем. Майлз говорит, что на старой мельнице есть много всяких вещей, но внутрь сложно попасть. 58 заметку можно найти, если повернуть налево после моста. Тут, в дебрях, мы находим нужную нам записку. На карте эта записка находится вот здесь. Пигги ест абсолютно все. 59 записка находится на самой мельнице. Вот здесь мы, собственно говоря, мы ее и находим. На карте она вот-вот тут вот. Давайте я даже приближу. Подбираем. Майлз говорит, что есть 8 мест на ферме, где можно посадить молоча. Ты нашел их все? 60 записка находится на верхушке горы, рядом с фермой Бигги. На карте это вот здесь. Подбираем. Джоуи говорит, что здесь есть 8 машин золотой лихорадки. Ты нашел их все? 61 записка находится после каменного моста ведущего в ущелье Гризли. Или же мусорку, смотря кто как называет. Вот, на карте это место выглядит вот так вот. Вон, слива снизу. Подбираем. Отис говорит, что ополчить хороший результат в острой поливалке нужно бить струей точно и завершить курс как можно быстрее. 62 записка находится на тропинке, ведущей в ущелье Гризли. На карте это выглядит вот так вот. По округе вот. Показываю. Локацию. Подбираем. Майлз и Бен очень давно знают друг друга, еще с детства. 63 записка находится по пути в ущелье Гризли. Прямо вот, можно сказать, практически в нем. На карте это выглядит вот так вот. Подбираем. Отис и его ребята обожали динозерфинг, но завязали с ним после происшествия. Последняя 64 записка находится, можно сказать, на границе ущелья Гризли и пути к ущелью Гризли. Находится это место вот здесь. По окружению вот. Вон там вот мусорка. Или ущелье Гризли. Смотря кто как это называет опять же. И подбираем записку. У меня больше нет советов. Ты теперь стал экспертом. Теперь давайте перейдем к камням. Первый камень находится прямо около спавна. Прямо там, где мы сохраняемся, спим и все дела. Вот как это выглядит на карте. Подбираем. Яблочный пирог. Яблоко, яблоко, мука. Второй камень находится недалеко от загона со свиньями. Поворачиваем направо. И вот здесь вот в этом небольшом импровизированном лесу находим тот самый нужный нам камень. Прямо за деревом вот тут он находится. На карте это выглядит вот так вот. Я, если что, белая точка, если вы не поняли до сих пор. Подбираем камень. Шоколадный мусс. Шоколад, яйцо и сливки. Третий камень находится рядом с курятником. И за сараем, в котором находится трактор. Входим вот сюда вот. Кстати, еще вот ориентир вам лихорадка золотая. И здесь вот подбираем этот камень. Камень находится вот здесь вот по карте. Пирог. Масло, яйцо, мед. Четвертый камень можно найти недалеко от входа на скотный двор. Также около моста. Вот вам ориентир по карте. Берем этот камень. Шоколадный напиток. Шоколад, шоколад, масло. Пятый камень находится сразу после моста, если пойти направо. Вот вам ориентир по карте. Берем. Яблочный напиток. Яблоко, масло, мука. Шестой камень находится прямо на самом огороде. Будьте внимательны, потому что я как-то пропустил этот камень. Он запрятан тут очень неприятно. Подбираем. Морковный сок. Морковь, морковь, морковь. Кстати, вот где он находится по карте, в принципе, если вы не поняли, где находится овощная зона. Седьмой камень находится рядом с овощной зоной или же огородом. Если спуститься вот сюда во враг, мы здесь увидим камень, находящийся прямо вот здесь, собственно, куда мы и упали. Подбираем его. А точнее, сначала я вам покажу, где он находится на карте. Вот он. И подбираем. Клубничный мус. Плюс земляника, яйцо и сливки. Смотрите внимательно. Восьмой камень запрятан очень хорошо. На лугу одуванчиков, как мы можем видеть на этой карте, вот тут вот в самом углу, в самом углу этой локации находится тот самый нужный нам восьмой камень. Вот. Вот вам ориентиры и вот вам как где-то на карте показано. Даже вам приближу, чтобы было видно, потому что это место, оно немного сложное. Подбираем камень. Шоколадный шейк. Шоколад, молоко, лёд. Девятый камень находится при спуске с холма Бена, прямо у подножья этого самого холма. Вот как это выглядит на карте. Подбираем. Клубничный напиток. Земляника, земляника, масло. Десятый камень находится на верхушке холма Бена. Вот тут вот за кустами и за этим деревом. На карте это место находится вот здесь. Поднимаем. Клубничный шейк. Земляника, молоко, лёд. Одиннадцатый камень находится недалеко от вонючего пруда, прямо вот здесь. Место на карте. Подбираем. Яблочный сок. Яблоко, яблоко, яблоко. Двенадцатый камень находится рядом с вонючим прудом, а также рядом с закрытой дверью в ущелье Гризли. Подбираем. Тыквенный пирог. Тыква, тыква, мука. На карте это место выглядит вот так. Тринадцатый камень находится, если повернуть от скотного двора направо. Прямо вот здесь. На карте это место выглядит вот так вот. Подбираем. Дынный сок. Дыня, дыня, дыня. Четырнадцатый камень находится при входе в Изи Спрингс со стороны Южного Пути. На карте он выглядит вот так. Подбираем. Холодная вода. Лёд, лёд, лёд. Пятнадцатый камень можно найти около Изи Спрингс, если подойти к нему со стороны Орехового Леса. Здесь вот находятся такие ворота, закрытые или открытые. Смотря на сколько вы продвинулись по сюжету. Если пройти вот сюда за угол, то здесь найдёте камень. Горячий шоколад. Молоко, шоколад, мёд. На карте это выглядит вот так вот. Вот здесь прям находится то, что вам нужно. Шестнадцатый камень находится около Орехового Леса. На карте это выглядит вот так. Собираем. Шруктовый салат. Дыня, вишня и яблоко. Семнадцатый камень находится позади основного дома Биди на ферме Биди. На карте это выглядит вот так. Поднимаем. Вишневое удовольствие. Вишня, молоко, мёд. Восемнадцатый камень находится по пути от фермы Биди до Изи Спрингс. На карте выглядит вот так. Поднимаем. Шоколадное пирожное. Шоколад, орех, мука. Девятнадцатый камень находится по пути от фермы Биди до Изи Спрингс. На карте выглядит вот так. Поднимаем. Морковный пирог, морковь, орех, мёд. Двадцатый камень находится прямо впритык к воротам в Изи Спрингс. На карте это выглядит вот так. Поднимаем. Фруктовый коктейль, земляника, вишня, дыня. Двадцать первый камень находится на поле гольфа Изи Спрингс, недалеко от водопада. На карте он вот тут. Собираем. Вишневый пирог, вишня, вишня, мука. Двадцать второй камень находится по ту сторону реки от мельницы. На карте он обозначен вот здесь. Открываем. Яблочный сидр, яблоко, яблоко, лёд. Двадцать третий камень вы сможете найти, если поверните налево от моста, который находится рядом с мельницей. На карте это находится вот здесь. Лимонная меренга. Лимон, яйцо, мука. Двадцать четвертый камень мы сможем найти прямо напротив мельницы. Здесь ещё у нас находится золотая лихорадка, как ориентир. Если поехать вот тут направо от дороги, вы приедете, собственно говоря, к мельнице и найдёте этот самый камень вот тут в траве. Опа, понедельник настал. Так, ладно. По карте это находится вот тут вот. Поднимаем. Лимонад. Лимон, лёд, мёд. Двадцать пятый камень находится прямо в этом заброшенном, разрушенном здании. В него есть три пути. Либо посадить молчай и залезть, как нормальная корова. Либо воспользоваться небольшим багом. Вот здесь вот просто нужно попрыгать много раз. И, в принципе, в какой-то момент вы вот так вот аккуратненько заберётесь. Давай, давай. Вот. В какой-то момент вы просто заберётесь на вот эту вот черепицу и сможете попасть внутрь. Либо же, это такой самый сложный, наверное, метод. Хотя, на самом деле, может, он даже простой. По вот этой вот штуке забраться и вот так вот пройтись. Если подняться по горе, вот тут вот будет... Там будет заход на эту штуку. Вот. И внутри здания находятся как раз-таки нужный нам камень. На карте это вот тут. Вот. Так, открываем. Медоводынная магия. Дыня, мёд, молоко. 26-й камень находится на тропинке ведущего щелья Гризли. На карте это место выглядит вот так. Если осмотреться вокруг, то выглядит это вот так. Подбираем. Шоколадный торт. Шоколад, яйцо, мёд. 27-й камень находится в ущелье Гризли. На карте это выглядит вот так вот. По окружению. По окружению. Вот, показываю. Прямо между биомами. Собираем. Холодный чай, лимон, лимон, лёд. 28-й камень находится в ущелье Гризли. Между поломанными машинами и шинами. На самом деле этот камень находится достаточно легко, но как раз таки из-за этого его и сложно найти, потому что ожидаешь найти его вообще в другом месте, а не здесь. На карте выглядит вот так. Подбираем. Клубничный пирог, земляника, сливки, мёд. 29-й камень находится вот тут вот в тенёчке, в ущелье Гризли. Вот так вот выглядит округа. На карте это выглядит вот так. Подбираем. Лимонное кольцо, мёд, лимон, лимон. 30-й камень находится в ущелье Гризли, вот тут вот наверху. Вот там отсюда ещё видно молочай. Вот, можно посмотреть на карте, это вот тут вот находится. Вот. Поднимаем. Яичное пиво, яйцо, мёд, молоко. 31-й камень находится вот в этом укромном местечке, в ущелье Гризли. На карте это выглядит вот так. Поднимаем. Лимонный пудинг, лимон, сливки, мёд. И последний, 32-й камень находится у входа или выхода в ущелье Гризли. На карте это выглядит вот так. Подбираем. Медовый шейк, мёд, молоко, лёд. Вот и всё, мы собрали все камни и записки в Барниард. Спасибо, что были со мной всё это видео. А на этом всё. Всем до новых встреч и всем пока. А все, кто остались, я покажу пару смешных и интересных моментов из моего прохождения. Что это? Стоп, что? Как я это сейчас сделал? Что в этой игре можно есть? Вы знали? Подожди. Вы знали это? Я вот лично только что узнал, что в этой игре можно есть. Что? А это сможешь? Подожди. Видимо, не хочет. Странно. Ладно. О себе. Идеально просто. Что? В этой игре существует дождь? Что это такое? Я столько открытий сделал в этом прохождении. Капец, я отошёл. Что тут за буря случилась? Я в такого в игре вообще раньше не видел. Что это такое? Просто буран какой-то начался. Что это? Ничего себе. Даже в моём прохождении такого ни разу не было вроде бы. Но я дождь вообще не помню в этой игре. Он был вообще когда-то? Может я какую-то версию необычную установил? Что сейчас произошло? Игра, что с тобой? Субтитры сделал DimaTorzok